Татьяна С ребенком мы сейчас вынуждены не проживать по месту регистрации, так как после развода в жилье проживает бывший муж. По решению суда бывших супругов переселили из ветхого жилья в новую муниципальную квартиру. Но как жить с мужем-тираном под одной крышей? Теперь Татьяна вынуждена снимать жилплощадь, хотя прописана в новой квартире и имеет право в ней проживать. Мужчину ничего не остановило, ни онкологические заболевания, ни когда-то, видимо, любовь, которая была, ни ребеночек, которая девочка, которая все это видит и впитывает, и с чем она выйдет в этот мир. Ничего не интересует. Но будем помогать. Помочь Татьяне вернуться в собственное жилье – непростая задача. Ее решение лежит в правовой плоскости, чем займется команда депутата. Равно, как и вопросам о незаконном межевании придомовой территории в микрорайоне 5А, который завладели частные лица. Часть нашей придомовой территории, которая была благоустроена за наши денежные средства, сейчас находится в руках физических и юридических лиц. Нам депутат Московской областной думы, депутат Государственной думы и наш глава помогают вернуть эту придомовую территорию. Два года жители пытаются восстановить свои права. Прошли три судебные инстанции. Кассация вернула дело на новое рассмотрение. Но суд так и не торопится разрешить спор. Предложил провести экспертизу, а значит дело снова затянется. Проверку ведут и правоохранительные органы, но результатов тоже пока нет. Больше года мы получаем одни и те же ответы со стороны правоохранительного блока и со стороны прокуратуры. Ответы идут только лишь о том, что наши заявления рассмотрены и приобщены к материалам дела, уже имеющиеся, которое было еще возбуждено 9 августа 2018 года. Жители обратились к депутату за содействием о передаче дела в Главное следственное управление по Московской области. Депутатский запрос уже направлен в Генпрокуратуру. В числе обращений были и проблемы пожилых людей. Дать возможность пенсионерам легально зарабатывать, сохранив индексацию пенсии. С такой инициативой пришла глава социального предприятия Светлана Налепова. По телевидению у нас везде направо-налево юристы комментируют, что все теряют вот эту вот индексацию. Это же не надбавка, это индексация пенсии ежегодная на инфляцию. Зачем их трогать? Она сегодня может работать, завтра не может работать. Мне принесли сегодня, вот, например, там поделки. Люди, это невероятно потрясающая профессиональная игрушка, которую, конечно, нужно продавать. Это хендмейт, ручная работа, это стоит приличных денег. И надо как-то так, чтобы они хотели зарабатывать и имели возможности, чтобы все сохранялось. Тогда увеличится не только количество работающих пенсионеров, но и поступление в бюджет. Эту идею Оксана Викторовна поддержала. По всем остальным вопросам, с которыми обратились граждане, составлен четкий план действий, сделаны необходимые запросы и оказана правовая помощь. Влада Шишова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».